МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, впервые на украинском телевидении Настя Фоменко. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, во-первых, спасибо, что ты приехала. Сразу хочу уточнить, вот то кружевное платье, которое мы видели, ты его специально сшила для выпускного. Да, оно было сшито специально для выпускного. Ну скажи, вот чем этот выбор, он объяснялся? Ты хотела устроить провокацию, это был бунт или протест, или что это было? Нет, бунта и протеста никакого не было. Я просто хотела выразить себя, вот как творческую личность, показать, что я выделяюсь среди всех, и вот я выделилась. А где ты крой взяла этого платья вообще? Ну это были мои эскизы. Это были твои эскизы? Расскажи нам, пожалуйста, историю создания все-таки этого платья. История создания началась с того, что очень сначала хотела белое платье, но поскольку я блондинка, мне оно бы не пошло, я бы в нем терялась. Был еще вариант красный, но я считаю, что красный это вульгарный, и решила выбрать черный, он оптимальный вариант. Так, хорошо. Значит, дальше про уже саму модель платья. Давайте посмотрим еще раз. Значит, насколько я понимаю, ты отчасти слезала из коллекции Дольче и Габбана. Да, с левой стороны вот Моника Белуччи представляется. Ну вы же видите, что модели все же разные. У меня рука ведет три четверти. И длина совсем другая. Длина. А вот длина другая почему? Потому что Моника Белуччи все-таки постарше? Нет, дело и проблема не в Монике Белуччи. Это как бы выбирала я платье это, и это не совсем был полностью плагиат платья Дольче и Габбана. Ну схожесть очевидна, мне кажется. Скажи, тебе самой понравилась та реакция, которую ты спровоцировала? И в школе, и вообще в сети, и в других странах? В других странах и в сети я не провоцировала такой реакции. Это уже сделали сами люди, и в том числе сам город Павлоград. Потому что многие присутствовали на линейке, которая не относится к нашей школе. Они фотографировали и вылаживали эти фото потом уже в соцсети. Ну, надо сказать, друзья, что, конечно, наша сегодняшняя гость не единственная украинская выпускница, которая умеет удивлять, впечатлять и провоцировать. Я попрошу вас сейчас обратить внимание на экран. Это тоже Настя, тоже из маленького городка, Черкасская область, город Шпола. Выпускной вечер, полный шок присутствующих. Откровенно провокационный вид бывшей одноклассницы произвел впечатление даже на видавших виды сверстников. Да как же она могла? Чем вообще она думала? Ну что ж, давайте это все сейчас и узнаем у самой героини. Встречайте, Настю Круткую. Это конфеты? Это конфеты. Ты сама это придумала? Да. Это что, все леденцы? Да. А они разворачиваются? Можно попробовать? Да ладно, серьезно, можно попробовать? Подожди, ты как давно вообще это платье сделали? Не свежие конфетки-то? Свежие, да. Садись, пожалуйста. И как, Настя, почему конфеты, что за идея вообще, в чем она? Ну, у меня год назад в школе был вечер обычный, ну и мне захотелось как-то на нем выделиться. Вот и мне в голову буквально за 4 дня уже к вечеру пришла такая идея. Вот, и я сделала себе кофточку с конфет. И сколько конфет на это ушло? 3,5 килограмма. А сколько стоит твое это платье? Это? Да. Не знаю, родители покупали конфеты. То есть... Ну, это уже не первое платье, это второе. Первая серия. Ну, я понимаю, то есть идеи твои, а деньги родительские? Да. Неплохо, мне кажется, вполне, а почему нет? Давай вспомним твой наряд на выпускном вечере. Тебя там, как я читал в комментариях, в многочисленных назвали неадекватной, даже сумасшедшей. А почему розовый цвет? Почему вот такой странный крой, фасон? Чем это объясняется? Я на выпускной хотела себе образ Барби сделать. Вот, поэтому розовый цвет, белые волосы. Я вообще с маленького городка, мне отказали такое платье сделать. То есть ты не сразу нашла портнику, которая смогла быть? Нет, мне его не шили. Когда я попросила, чтобы мне сделали такое платье, они отказались, потому что считают его коротким, и я его потом не одену на выпуск. Вот, и поэтому я в интернете нашла девушку, которая мне сделала корсет, вот, а все остальное уже я сама доделывала. Сколько ты делала это платье? Придумала я его еще в сентябре, вот, а делала месяц, месяц, три где-то. То есть свою провокацию ты придумала еще в начале учебного года? Итак, кто-то воспринял, кто-то не воспринял эти, можно так сказать, выходки наших двух героинь, замечательных, красивых, но есть люди, у которых своя точка зрения. Я приглашаю сюда в студию известную украинскую светскую львицу Светлану Вольнову, которая славится своей любовью к экстравагантной одежде и стилю. Садитесь, Свет, пожалуйста. Итак, вы видели наверняка там, но за кулисами все эти фотографии и девушек в своих образах. Как это вам? Ну, я хочу тебя поздравить, ты, конечно, свои 15 минут славы оказалось больше, все-таки взяла, да? Поэтому со зрения рекламы и пиара это было очень грамотно сделано. Именно прийти в несоответствующую обстановку, в несоответствующие одежды. С другой стороны, мне кажется, что это было все-таки вульгарно. Почему? Если бы ты пришла так на выпускной, это понятно, на вечер. Но ты так пришла днем, где были маленькие дети, где были их родители. У нас был вечер выпускной. Это был выпускной вечер? Там были только исключительно старшеклассники. Там не было детей. Только старшеклассники? Да. У нас было исключительно старшеклассники. Но это была линейка, да? Это не была линейка, это было в актовом зале. У нас был выпускной. Значит, все-таки существует некий, по вашему мнению, дресс-код, который необходимо соблюдать школьницам, школьникам, пусть даже и на выпускные времена. Вы понимаете, если это был выпускной, на котором все вручается, и там свободная форма одежды, то я, например, помню у себя в ее возрасте, я ходила... У меня был ирокез синего цвета, у меня были красные короткие штаны, у меня были футболки, увешанные 150-ми там, я не знаю, кубовицами. У меня становится впечатление, что Настя выглядела приличнее вас на выпускной. Да, я могу сказать, это правда. Это правда. Значит, в свое время вы тоже жгли, а теперь вы, значит, ее... Я до сих пор, между прочим, жгу, понимаете? Но ее ругают, но наши герои не ругаются. Просто, просто, понимаете, вот что ты будешь делать дальше? Вот на тебя вот это все... Сколько на тебя позитива, а сколько на тебя негатива, правда? Наверное, гадости ты тоже по полной, да? Да, это я понимаю прекрасно. Вот, какой будет твой следующий шаг? Вот сейчас интересно, вот пан или пропан, кто ты на самом деле? Девочка, которая ткнула в небо, одела чулки и сказала, вот посмотрите, вот моя попа, вот моя жопа. Это самое простое вообще, зайти в шоу-бизнес при помощи жопы. Но потом ты будешь постоянно и всегда доказывать, кто ты есть на самом деле и какая ты личность, понимаешь? Вот если ты личность, какой второй шаг твой? Ну, я думаю, это можно проследить будет по жизни. Но сейчас я вообще-то хочу поступить на журналистику. Это другое. Какой будет твой шаг второго твоего выхода после этого? Как ты будешь... Ну, вот когда я поступлю, тогда я решу, что делать дальше. Я думаю, ты просто не знаешь. Но подожди, все-таки здесь действительно нужно разобраться. Это была намеренная провокация или это был способ самовыражения? Это был способ самовыражения. Не было никакой намеренной какой-то ажиотажа, чтобы это создалось возле меня, вокруг меня обсуждение. Это не было намеренно. Итак, изначально ты хотела самовыразиться, а не устроить какую-то провокацию. Да, я хотела самовыразиться. Но потом в газетах очень много писали о том, что ты вроде как поставила ультиматум своим родителям, или вы мне покупаете это плате Адольче Габбана, которое стоит, по-моему, там тысячу евро. Или там что хотите, то и делайте. Я буду жить с вами. Нет, ультиматума никакого вообще не было. Я на родителей никаким образом не давила. Это было решено еще до выпускного, за долгое время. Я с мамой решила, что я хочу такое платье, и я буду его шить, потому что я понимаю, что я не найду в магазинах. А мама ведь твоя учительница. Да, мама моя учительница. Правда, что после этого писали еще в прессе о том, что мама вроде как слегла с инфарктом, и даже ее хотели выгнать из школы. Нет, это неправда. Тоже я могу сказать, потому что мама не слегла с инфарктом. Она, в принципе, меня поддерживает, и всегда она меня поддерживала. Она, наверное, единственный человек, который оказался со мной рядом в мою трудную минуту. И я за это ей очень благодарна. Давайте покажем сейчас и поближе рассмотрим просто. Это платье и платье другой нашей героини. Внесите, пожалуйста, манекен. Итак, вот те два платья. Одно из них первой нашей героини Насте, другое второй нашей героини тоже Насте. Так сегодня совпало. Я хочу, чтобы к нам подключились известные украинские дизайнеры Анна Бублик, Алексей Залевский. Давайте поаплодируем им. И прежде всего я хочу вас спросить, как вы оцениваете, собственно, вот эти два платья, и как вы считаете, что этим хотели сказать наши героини? То, что мы видим на манекене, например, черное платье, оно немножко недоработанное. То есть нужно было немножечко уплотнить гипюрчик цветочками внизу, откорректировать именно по отношению к платью. Оно было бы уместно. То есть немножко меня смущают чулки как таковые, из-за этого есть некие сексуальные отклонения у этого образа как такового. Слушайте, Настя, а не кажется вам, что в принципе на самом деле очень высоковато все это? Ой, батюшки. Почему бы на самом деле не сделать чуть пониже? Да, должно быть было. Немножко длиннее, ну не немножко длинней, но просто там, я же говорю, произошла... Как длиннее? Да, нет, выше чуть-чуть, вот так вот, да. Ага. То есть само платье, наверное, стоит, именно платье вверх, но не больше, наверное, 300 гривен. То есть это не недорогой гипюр, это не французский гипюр, который там, или итальянский, который использовался у Dolce & Gabbana. То есть это все, и сами чулки, они там стоят от силы 60 гривен. То есть получается 300 гривен, и вот она цена славы. Да, хорошее вложение. Да. Вы знаете, мне вот кажется в этом платье, вот мне не хватает в этом платье, что оно не является арт-объектом. Вот если бы сюда, например, добавить маленький белый воротничок, да, вот этот момент а-ля монашка здесь, да, вот такая вся, типа Святая Дева Мария, а здесь уже, дальше уже совсем другая история. Вот это было бы более, как бы сказать, более привыкновенно. Да, просто мы сейчас перешли в сторону дизайна и начали обсуждать нюансы дизайна, а не обсудили вообще глобальную историю, вообще что произошло по факту. Потому что я могу сказать, для меня тут никакого шока не вызвало, потому что эти образы и наряды уже давно во всем мире используются. Это типичная японская эму, которая ходит по Японии, есть специальные магазины для барби-дол, которые продаются целыми этажами, розовые наряды с чулками в таком стиле, их миллиарды. Просто в этой всей истории меня возбудило больше всего и удивило, что это мой образ, который я сама себе придумывала, он индивидуальный и самовыражение. Просто я хотел сказать о безграмотности наших людей, потому что они не знают, и вот это они называют самовыражением. Я честно вас очень уважал за вашу решительность, но я думал, что это осознанная решительность. А теперь я понимаю, что если это самовыражение такое, то есть вы не знакомы с историей моды, вы не знакомы с историей костюма, вы не знакомы с дизайном. И вы посчитали, что выход в чулках и в пенюаре это признак самовыражения. Нет, ну, Лёш, ну вы тоже очень уж строгий. Откуда выпускницы должны быть знакомы с историей моды? Журналист Леонид Швец сегодня здесь вместе с нами, когда очень много критиковали и возмущались поведением Насти, одной из наших первых героинь, вы её защищали. Почему? Меня поразило, что, и сейчас тоже поражает, да, вот Залевский заревновал, говорит, а чё это вы, ну, я ж вот уже, у меня лучше, да, чё же у меня там, не посмотри, какая у меня там коллекция. Я не заревновал, я как раз наоборот хотел сообщить другому. Правильно, но это первый шаг девочки делают. Какой будет второй шаг, третий, а потом, может быть, и придётся посоревноваться, может быть, встретиться вместе где-нибудь там и в Милане, не знаю, да? Ещё раз, не надо... На самом деле, все только рады конкуренции, если она есть. Не надо к девочкам подходить с теми мерками, с которыми вы подходите, ну, к профессиональным дизайнерам. Это первые шаги, отлично. Я не подхожу ни в коем случае как к профессиональным дизайнерам. Просто девочкам сказали ключевую фразу, которая меня больше всего удивила, что я так самовыражаюсь. Просто в чёрном гипёровом трико, в подвязках и всё остальное, ну, просто любой психолог скажет, извините. Ну, смотря что вы считаете самовыражением. Вот правильно, я поэтому и говорю, что это не самовыражение. Это классический, эротический образ, который вы там где-то подцепили. Лёша, следующий шаг будет другой. Да, в этом образе представляете. Следующий шаг будет лучше. Поэтому самовыражение, то есть это как это, половое становление и всё остальное. Я не хочу вас ни в коем случае обидеть. Просто меня удивляет то, что вы это делали неосознанно, и вот это как бы самое удивляющее. Подождите, вот я хотел бы попросить. Неосознанно? Нет, я делала это осознанно, я понимала, какая будет реакция. Но я не думала, что будет ажиотаж, и это пойдёт дальше. Реакция была совершенно идиотская, я должен сказать. И она была тем более идиотская, что она исходила от, так называемой, продвинутой общественности, интернет-общественности. Безусловно, вы знаете, что такое интернет, вы знаете, что такое троллинг, похихикать, посмеяться, да над чем угодно. От президента до Насти Фоменко. Не вопрос. Отлично. Но когда вот в этом стали проскальзывать нотки, а давай-ка мы их накажем, а кто ей позволил, да что же это такое? Это обратная сторона славы, простите. Растление, да, стали говорить? Ну о чём? Нет, ну Свет, а вы считаете, что надо за такое наказывать, Свет, правильно или нет? Я вопрос не про это. Если существует, у нас почему-то весь вот всё, о чём пишется в интернете, и то, что сейчас, как нас воспринимают европейцы, почему-то очень однобоко. Пришли девушки из Фемен, показали грудь. Что тут хорошего, да? Девочка пришла на выпускной, опять же, в эротическом там наряде, да? Потом кто-то показал задницу по телевизору, да? Что-то опять ещё где-то. Понимаете, у нас всё как-то слишком однобоко. А какое мнение? А почему на Украине самое распространённое... Света, просто у нас в стране это вызывает реакцию. Понимаешь, везде в мире это уже давно не вызывает никакой реакции. Понимаешь, люди едут сюда, и они говорят, здесь девушки, которые легко раздеваются, здесь девушки, с которыми... Это ужасно. Дело в том, что секс всегда продавался... Всегда лучше всего, самое главное. Либо благодаря сексу всегда всё продавалось хорошо. Из-за этого и вне Украины, нас говорят, как о сексуальной державе, они все поедут посмотреть на это чудо, как едут в Таиланд, когда говорят, какой там делают массаж и всё остальное. Нет, это опасная тенденция. Тут есть определённый инструмент, который помог Украине. То есть вы хотите сказать, что наши девочки пошли по лёгкой дорожке? Нет, они помогли Украине распиариться себя в последнюю неделю до Евро-2012. Давайте наших зрителей послушаем, как вы к этим нарядам относитесь. Я считаю, что это вульгарно и не к месту. А почему это вульгарно? Такое впечатление, что у нас есть такое место, окружное называется, что они после вечерней работы зашли так случайно в школу, чтобы получить диплом. Я считаю, это не в школе. Знаете, мне всегда казалось... Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь. Мне всегда казалось, что в человеке важнее искренность и честность. И он всегда должен быть таким, какой он есть. И если человеку хочется прийти вот в таком или в таком наряде на школьную выпускную, значит, он должен прийти. Потому что это ведь говорит прежде всего о свободе человека. О свободе человека это говорит. Внутренней свободе. Я с вами полностью согласна и хочу в этом случае поздравить Украину. Потому что если говорить даже об истории моды или о какой-либо истории, когда происходят такие вспышки, это является доказательством того, что мы стоим на рубеже изменений. Изменений качественных. Потому что есть у нас личности, которые могут быть свободны. Которые могут рассказать и показать, что они такие, какие они есть. И девочки говорят о том, что нас не слышат. Мы хотим уйти побыстрее от нашей школы, потому что мы сами хотим решать и принимать решение, что нам делать. Ну, Ань, подождите. Вот мы сейчас рисуем такую картину, что, значит, дремучих маленьких городов Украины. Я еще раз хотел бы вернуться к своему вопросу. После того, как вы появились вот в таких нарядах на школьных этих своих вечерах, что о вас говорили? Тыкали ли вас пальцем? Шептались ли? Слухи какие-то пошли? Как вот это все было воспринято? Ну, о себе я могу сказать, что у меня такого не было. Ну, это правда, когда ты спускалась с лестницы школы, все сразу начали тебя фотографировать, как неведомую зверушку? Мне фотографировать, да, начали. Вот сразу. Это правда. Все стояли спокойно, потом ты появилась, и все, и все зашевелились. Ну, вообще-то все фотографировали. Я выходила в конце, и поэтому тоже попала под камеры. Алексей. Настя, да. У Насти проблем нет. Мы видим, как она реагирует на реакцию, на вот это. У нее проблем нет. У девочки очень устойчивая психика, и дай бог нам всем так. Неправда. Люди, которые эпатажны, у них всегда есть проблемы. Могу сказать это в своем примере. Это люди, закомплексованные, в том числе и я. И каждый раз, когда ты выходишь куда-то, ты хочешь, чтобы на тебя обратили внимание, потому что тебе не хватает любви, тебе не хватает внимания. Это вы можете посмотреть у любого психолога и всех остальных. Возможно так, я с вами соглашусь, но у меня нет комплекса в каких-то по отношению. Это говорит, что тебе необходима была доля внимания. У меня всегда оно было. Я не могу сказать, что я была обделена вниманием. Но у меня всегда было. Нет, ну понимаешь, что человек, который пришел в этой одежде, он знал, что будет внимание. Но по-любому. То есть сейчас нам в эфире, говорит Украина, Вальнова призналась в том, что она закомплексованная особо. Все. Мадонна закомплексованная, Леди Гага закомплексованная, Светлана Вальнова закомплексованная, две девчонки тоже закомплексованные. Ну вот я хочу сказать, что в подростковом возрасте свойственна вот такая демонстративность поведения. Но в данном случае два эти наряда. Я могу сказать вот свое мнение, что корректировки, они психологической просто вот необходимы, потому что где-то что-то затронуто у вас, то, что вы даже еще не понимаете. Я как раз хотел сказать на эту тему. Я тоже в свое время в жизни выходил достаточно экстравагантно в общество и в люди, и на улицу. И честно, я один раз так вышел и думал, что меня побьют. Но на самом деле я так вышел, что все почему-то перепугались и начали переходить на другую сторону улицы. А в чем вы-то вышли? О, я был прекрасен. Я тогда панковал в то время, у меня был ракес, я был в черных лосинах, вот в таких ботинках, в пиджаке на голое тело. Ну, был красавец. Но это было самоображение, правильно? Вот, я просто к чему хочу сказать. Я это специально одел тогда. Я специально понимал, что меня сейчас пипец заберут все менты, и вообще я домой доползу с синяками. Но для меня это было важным психологическим шоком. Я после этого момента в жизни мне на себя одеть, в принципе, все равно что. У меня нету никаких комплексов по поводу моего визуального вида. Я не комплексую от того, что на мне одето. Поэтому на самом деле я считаю, что каждый человек в своей жизни должен один раз одеть на себя то, что он в жизни никогда не оденет, и переступить порог. Когда человек переступит этот порог, ему абсолютно внешний вид перестанет вызывать проблемы психики и шока. Смотрите, тут мы как бы рассказываем во всех ракурсах историю девочки и платья. На самом деле здесь другая история. Выступает заведующий Горано Павлоградского и говорит, что это платье растлевает детей. И как может мама этой девочки дальше быть педагогом? Мы должны этот вопрос разобрать. Мы соберем совещание. Это реально все было. Это публикация в издании «Комментарии» можно посмотреть. Завтра оно зовут Александр Асипчук, если я не ошибаюсь. И сейчас они будут рассматривать вопрос, а может ли мама Насте работать дальше в школе? Если они вдруг примут решение, вот эти вот люди, которые, я уверен, они про историю моды точно ничего знают, Леша. Это 100%. Я просто сейчас хочу, чтобы мы все поддержали маму Насте аплодисментами, потому что на наш взгляд и на мой личный взгляд увольнять за такое просто невозможно. Значит, с мамой сейчас все хорошо. Никаких проблем у тебя и в городе нет. За вашими спинами никто там не шепчется и ничего. Хорошо. Но, к сожалению, сегодня твоя мама не смогла приехать к нам. Нет, она не смогла приехать. Но к нам приехала другая мама, нашей другой Насте. Пожалуйста, встречайте здесь Ольга Александровна Бруткая. Ваша дочка всегда росла такой вот несколько неординарной? Да. Сама в том, что мы уже привыкли. Вона у нас постоянно выдумывала какие-то костюмы. С бумаги в ней были костюмы. Там были фотографии артистов, ее малюнки. Ну, вот она дополняла какие-то свои образы. Это было на школьные вечера. А уже на выпускной, тут в ней даже мы подумали дуже красиво. По порівнянні с тем, что в ней была бумага, цукерки. Різні там вид медики, но уже в такому взрослому віці в ней были. А что сказал папа ваш, когда увидел вот этот наряд? Ну, сразу, как бы, так помолчал. То есть, он сначала был в шоке. Когда девочка выросла. Он предлагал. Ну, так вот симптом, молчал. Подождите, что, предлагал вырезать что-то, да? Укоротить ее. Укоротить? Папа предлагал укоротить. Ну, он, мне кажется, уже предлагал укоротить от безусходности. Папа в студию, требую папу в студию. Потом, так сказать, если поду я витер, там у нее шортики, ничего не видно. Тут в ней ничего не просвещается. То мы ему сподобалось. У вас ведь все маленький город. Да, маленький. И наверняка такому яркому и непосредственному семейству живется как-то там не очень уютно в городе. Что говорят о вас? Я вчера была дома, и у меня брали автографы. У тебя уже брали автографы? Да, брали. И тебе это нравится, очевидно? Нравится. А у вас есть парни? Ну, их очень мало. Нет, у тебя есть бойфренд? У меня нет парня. А почему у такой девушки, как ты, нет парня? А мне он не нужен. У меня карьера на первом месте. Карьера на первом месте. Ты меня поправь, пожалуйста, если я сейчас ошибусь. Наша Настя, наша Настя, она действительно очень увлечена журналистикой. У нее уже есть опыт работы, у тебя есть опыт работы на радио, на телевидении. И ты сейчас хочешь подавать заявление сразу в три украинских вуза? Да. В какие? Ну, это Одесса, Киев и Днепропетровск. Декан филфака Одесского университета Евгений Черноиваненко уже успел заявить прессе, что не допустит, чтобы его будущая студентка разгуливала по коридорам учебного заведения в откровенных нарядах. Итак, кому понравится перспектива увидеть Настю студенткой своего вуза и повлияет ли этот шлейф, скандальный шлейф, на ее будущую учебу, сейчас я приглашаю сюда в студию нашего следующего гостя, директора Института журналистики Национального университета имени Шевченко Владимира Резуна. Владимир Иванович, итак, по-вашему, для студентов должен существовать какой-то дресс-код? Ну, звичайно, ну а как же? Навчальный заклад, он предпочитает определенную форму, не можно приходить голому, так? В любом случае, студент должен не заважать другим своим одежом. Да и все. Это единственное обмежение. Если ваша студентка в будущем придет вот в таком наряде? Мы должны на эти вещи смотреться еще с точки зрения того, как студент ставится до своего студентского коллектива и как студентский коллектив его принимает. И я думаю, что студентка, которая была в нашем студентском коллективе, мне кажется, она просто бы не рискнула это сделать, потому что ее же однолетки, не выкладачи, и однолетки нормально бы это оценили. Личностям всегда было и будет тяжело. Всегда будет субъективная точка зрения. Тот, кому это нравится, и тот, кому это не нравится. Всегда будет тот ставить палки в колеса, а кто-то там будет наоборот помогать. Если девочкой выбрали быть личностью, это достаточно сложный путь. Но по нему стоит идти, потому что нужно быть самой собой. Такой, какая ты есть на самом деле. Это очень важно. Это говорит Украина. Тема нашей сегодняшней программы «Шесть ступенек к славе». Именно столько ступенек нужно было одолеть нашей героине Насте Фоменко для того, чтобы о ней заговорила вся Украина. Но нужно сказать, что ведь в сети, в интернете появляются еще более провокационные ролики, но на них отчего-то совершенно не обращают внимания. Пожалуйста, давайте посмотрим на экран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, пятеро студентов в абсолютно голом виде разгуливают по коридорам главного корпуса КПИ. Давайте поприветствуем сейчас их здесь. Итак, Богдан Тимошенко, Андрей Белонок, Максим Сорока. Участники конкурса «Мистер КПИ-2011». А так и не узнаешь вообще. Значит, Илья Хуторной от чего-то не приехал. Конечно, что же вы не пришли. А, сразу, смотрите, какой интерес. А вы можете снять рубашку? Могу. Снимайте. Вы уверены в этом? Да, конечно. Снимайте, вас женщина просит. А что вы уже там всем тебе показали? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно? С таким телом. У вас замечательный. АПЛОДИСМЕНТЫ Так и сидите. А почему вы попросили разиться именно этого парня, а не... Понимаете, я подумала, это долго будет снимать пиджак, то все, пятое, десятое. Этот, может быть, чуть-чуть худоват. А этот в самом, знаете, вот в самом... То есть вы любите так все по-быстрому? Нет, нет, мне нужна была реакция. Мне нужна была реакция. Вообще у вас в глаз алмаз, потому что это мистер КПИ. Значит, скажите сначала, вам не стыдно было ходить голыми по своему вузу? Да нет, это даже наш вуз. То есть все свои, все нормально, отлично. Нам только в кайф было голыми. Все смеялись отлично. Все смотрели. По-любому. А зачем вам это надо было? У нас был мистер КПИ, да, конкурс. И нам одно из заданий было сделать пародию на известный видеоклип. Мы сначала думали сделать пародию на Мама Люба, которую в машине снимали. Но так как у нас были средства, в Запорожце как-то не солидно вообще. И мы решили все правнее, у кого нет. Мы решили все правнее пройтись, оно легче и дешевле. Да, так правило. А ректор разрешил вообще и без трусов? Или там трусы были? Трусы были, но ректор вообще не знал об этом. Он узнал как бы потом в процессе конкурса. Так и что? Значит, вы ходили по университету. И как на вас реагировали? Что вам говорили? Ну, понятное дело, сначала шок у людей, голые люди ходят по корпусу. Все отлично. А потом все прибыли. А потом все смеялись и как бы студенты ходят голые по своему. А вы как-то себя вообще сами-то ощущали? Вообще вот шли. Холодно было. Да, очень холодно. Очень холодно было. То есть это единственное, что вам было... Единственное неудобство было холодно, правильно я понимаю? Да, да. А вы чувствуете себя звездами вот после этого? Да, наверное, стали знаменитыми. На какой-то момент. Я говорю, что про них уже забыла. Да. Как вы относитесь вот к этим нарядам, которые девушки сотворили, в которых они были? Вы наверняка же видели это в интернете, да? Мы видели, да. Видео, интервью. С ними сейчас полно этой информации. Это как считается в теме, как говорит молодежь. И как вы к этому относитесь? Старички просто собрались здесь. Как вы к этому относитесь? Ну, сначала, конечно же, непривычно, потому что нет таких стереотипов, вот. Но потом как-то это стало уже обыденно. Ну, вообще, как и все, но втирается и про это, в принципе, забывается. Вы когда это увидели, вы вот что сразу подумали? Какая первая мысль была, Богдан? Первая мысль? Ого, ничего себе необычно. Ну, понятное дело, что это было откровенно в какой-то мере. Ну, да, в какой-то мере откровенно. Ну, есть же девочки, девушки, там, не знаю, женщины, которые ходят, допустим, в клубы. Они одеваются примерно так же, только у них оно не прозрачное, но короче. И можно увидеть сзади и спереди больше, чем здесь. Здесь. И здесь тоже. Так, не скажи лишнего. На телевидении все-таки. Но вы бы подошли с Настей тогда познакомиться? Ну, например, для отношений каких-то, ну, в таком ряде я не подошел. В таком ряде я бы не подошел. Ну, а так познакомиться, конечно, можно. Интересно же. Это скорее хорошо или скорее плохо, когда люди в маленьких, в небольших городах Украины хотя бы так себя проявляют и выражают? Я считаю, что здесь ничего плохого нет. Ну, оделись, это их дело личное. Как им одеваться, куда им ходить. Знаете, мне кажется, в этом случае нужно уже задуматься о службе безопасности Украины, потому что они знают, что толпой управлять намного проще. А когда являются такие ребята молодые, можно сказать, революционеры в своем направлении, уже нужно задуматься. То есть тут момент в том, что толпа и личность. Вот что появляется у нас в Украине сейчас на данном этапе. Але в данном случае, когда говорить про хлопцев, это была толпа. Это НАТО был. Я не знаю, чи кто-то из вас бы один не смелился пойти. Так-так, это прояв в НАТО как раз. Любое государство абсолютно счастливо только тогда, когда в нем живет много действительно личностей, состоявшихся людей. Людей, не живущих стереотипами, а предпочитающих собственную линию поведения, собственное мнение и имеющих собственную позицию. Значит, Настя, ты сегодня ведь сюда к нам с другом приехала со своим. Да, я приехала с другом. С Никитой Кириченко. Никита Кириченко, да. Да, и этот Никита Кириченко написал песню после этого скандала, посвященную тебе. Да, он написал песню, очень чудесную. Вот, и сейчас вы ее услышите, друзья. Никит, на сцену. Давайте поаплодируем. Взрываются мусорки, убивают политиков, и врут аналитики. В Европе финансовый крах, голодные в Африке и толстые в США. А левые партии Митингуют не спеша. А у нас тут девочка Пришла в одни трусах. Давайте с нами, деточки, На разных языках Называть проституткой И у всех на глазах Будем пальцами крикать Она пришла в трусах. Плевать на политику И что у Греции беда У Киркорова доченька От Пугачева галки нужна Мы не голодные Нам хватит на год вперед Вокруг все недовольные А у подъезда бабушка орет А у нас тут девочка А у нас тут девочка Пришла в одни трусах Давайте с нами, деточки, На разных языках Называть проституткой И у всех на глазах Будем пальцами крикать Она пришла в трусах. Браво! Что бы там мы ни говорили, но одна из наших героинь, которая здесь сегодня впервые была на украинском телевидении, Настя Фоменко, сделала себе очень неплохую рекламу. Теперь этой рекламой важно грамотно распорядиться. Вы можете продолжить обсуждение этой темы на нашем сайте в интернете. Там же вы можете оставить свою историю. Возможно, она станет одной из главных тем в ближайшем выпуске программы Говорит Украина. Мы выходим в эфир по будням в 19.20. Я Алексей Суханов и по обе стороны экрана те, кому не всё равно. Пока! Спасибо огромное!